Андрей Сергеевич, давайте, наверное, начнём всё-таки с темы этой недели, это ареста, прошлой недели точнее, да, ареста Радды Мухаммедова. Как вы эту ситуацию видите? Я уже многократно её комментировал и в федеральном СМИ, и здесь тоже. Я полагаю, что это некая комбинация из инерции работы Федеральной службы безопасности, потому что им потребовался год на то, чтобы проанализировать текст, который сейчас вменяется в вину Айрату Дельмухаммедову. Плюс к этому какое-то, конечно, обострение и зачистка лидеров движений, которые, скажем, имеют хоть какую-нибудь сепаратистскую окраску. Я не обвиняю Айрату ни в каком сепаратизме, но, однако, в его речах действительно звучали некие призывы к пересмотру федеральных договоров, к каким-то, значит, критическим подходам к принципам Федерации. Это же вопрос толкования. То есть, если я скажу завтра, что мне не нравится, как устроена Российская Федерация, я вот как призвал к её уничтожению или просто высказал своё частное мнение. То есть, это очень всё субъективно. Действительно, очень много вопросов к той психолингвистической экспертизе, которую провели ФСБшники до того, как возбудили дело, что, кстати говоря, достаточно своеобразно. Ну, в общем... Обычно бывает наоборот. Ну, обычно в рамках уголовного дела или в рамках доследственной проверки это происходит. Но я считаю, что задержание, арест Дельмухаметова, никоим образом не связанное с предвыборной ситуацией в Башкирии, это, во-первых, предвосхищает этот вопрос, потому что он многократно звучал. Не думаю, чтобы Дельмухаметов очень сильно беспокоил местной власти в части конкуренции на выборах. Но тренд на зачистку будоражащих общественное мнение лидеров, он, безусловно, в России существует. Ну, вот, наверное, это в рамках этого тренда и произошло. То есть, правильно я понимаю, что, по вашему мнению, в самом деле, Мухаметов не мог бы, наверное, составить какую-то конкуренцию ради Хабирова? Чисто технически, конечно, нет. То есть, не обладая должными ресурсами, не имея за собой партии, которая бы его выдвинула в качестве кандидата, даже по схеме сбора муниципальных мандатов, в любом случае он не имел серьезных возможностей, там, скажем, составить какую-то ощутимую конкуренцию. Другое дело, что он в определенном смысле ориентировал башкирское население на какую-то идею, то есть, одну из своих многочисленных идей. Это да, это могло смущать, но это в большей степени, наверное, смущает идеологический блок ФСБ, который там пристально наблюдает за теми процессами, которые происходят в мозгах, умах, там, и на площадках всевозможных обсуждений подобных вопросов, нежели, ну, абсолютно, скажем так, инертный наш блок внутренней политики, который, ну, последние события нам показывают, что он вообще не работает. А насколько большое количество людей Радзель Мухаммедов мог бы за собой повести, мог бы вокруг себя собрать, вот, если бы сейчас этого не случилось, и он бы действительно начал, скажем, предвыборную свою кампанию? Мне очень сложно судить, я, ну, далек вообще от этой кампании, мы с Айратом встречались пару раз, последний раз там на лекции Белковского, и не могу судить достоверно о том, насколько большие группы людей вокруг него объединены, но, на мой взгляд, субъективно, это небольшое количество людей, достаточно экзотичные и достаточно запутанные идеи, Айрата и сложные, и больше устремленные в какое-то эмпирическое будущее и так далее, они не располагают к тому, чтобы вокруг этих идей, вот сейчас, прямо сейчас, скажем, сплотилась какая-то там молодежь или активные группы населения, но определенную пассивную идею, его вот эти высказывания, они, конечно, сеяли, о неправильности устройства, о необходимости какого-то переустройства и так далее, и так далее. Может быть, в этом причина. Я не знаю, вполне допускаю, что ФСБ среагировало там рефлексивно на эти все вещи, вдруг обнаружив там две, там три, четыре каких-то лишних запятых или какой-то там контекст, вот они решили это сделать. Довольно странно это все, учитывая, что материал это, который ему вменяют, вину, за которую ему вменяют, да, они вышли еще в прошлом году, практически год назад, да, и только сейчас на них пошла какая-то реакция. Вот я об этом говорю. Обычно быстрее реагируют на любой пост, на любой репост, у нас практика-то уже такая, достаточно популярная в России. Ну, как говорил Лех Николаевич, многие сложные вещи объясняются простой глупостью, соответственно, вот могли просто пропустить, забыть, руки не доходили, еще что. Тут гадать можно долго, мы достоверно не можем сейчас определить вот мотивы, почему именно сейчас ФСБ вдруг так вот прямо вскинулось и побежало там обыски делать и прочие вещи. Но, тем не менее, это случилось. Мы, наверное, поймем по событиям, которые последуют за 6 июня, 6 мая, до 6 мая его арестовали, да, в случае, если там будет предъявлено существенное обвинение, которое там повлечет действительно какую-то большую санкцию там в виде лишения свободы и так далее, то да, а если нет, ну, будем думать, почему это произошло и почему это назад откатилось. Вот пока настолько мало данных и настолько нелепо это все событие, что судить пока не о чем. Раз уж мы с вами выборы так или иначе частично затронули, наверное, стоит задать вам вопрос, который уже стал теперь традиционным, учитывая, что у нас выборов все меньше и меньше времени остается с каждым днем. Есть ли у вас предположения о том, кто может на эти выборы заявиться, кто будет в них участвовать, есть ли какие-то, может быть, конкретные фамилии уже? Да, значит, конкретные фамилии есть со стороны... Первый раз я слышу ответ «да» на этот вопрос. Здорово. Извините. Ну, теперь уже есть ответ «да», но я имею в виду, что есть конкретные фигуры, которые точно идут на выборы. Это Иван Сухарев от ЛДПР, он определён крайним от этой партии по Башкирии, значит, он будет изображать конкурента ради Хабирова. КПРФ не определилась до сих пор конкретно с кандидатурой, идёт мучительный отбор, но они точно будут выдвигать человека, и круг, значит, людей, из которых осталось выбирать, достаточно узок, на самом деле, здесь в Уфе, фактически, наверное, выбор идёт между Кутлугужином и Галлиным, хотя пытаются, значит, имитировать то, что обсуждается и фамилия Ющенко. Конечно же, Ющенко не будет кандидатом на место главы Республики Башкортостан, даже формально. А вот кто пойдёт, Кутлугужин или Галин, ну, я тут затрудняюсь сказать, потому что, честно признаться, ну, фигура Кутлугужина настолько дискредитирована сейчас, что было бы глупо его выставлять, и он будет очевидным лесником, а с Галлиным не до конца понятно, я думаю, что тут нужно ещё как-то это всё конкретизировать, будет непосредственно внутри партии. Насколько велики их шансы пройти муниципальный фильтр? Вот всех этих кандидатов? Те, кто будут выдвинуты от КПРФ и ЛДПР, пройдут обязательно муниципальный фильтр, это обязательно, потому что кандидатуры эти в любом случае будут согласованы, значит, в администрации Хабирова. Лилия Чанышева в нашем эфире говорила, что штаб Навального намерен поддерживать любого сильного кандидата, который может составить Хабирову конкуренцию на этих выборах. Я хочу, наверное, ваше мнение по этому поводу услышать, как вам такая позиция, насколько это правильная позиция для представителей такой достаточно серьёзной оппозиции? Наверное, было бы правильнее говорить о реальности этой позиции. То есть эта позиция глубоко абстрактна, в том смысле, что мы против всего плохого, за всё хорошее. Замечательно, кто бы был против, да? То есть если Чанышева деятельно будет поддерживать там КПРФ или ЛДПР, это будет дико смешно и весело, значит, что полностью противоречит всем концепциям Навального, их вообще отношению к действующей власти, потому что и КПРФ, и ЛДПР – это плоть от плоти российской власти, это плоть от плоти единой России, то есть иногда выступления, скажем, представителей этих партий вполне можно перепутать между собой. То есть я оцениваю заявление Чанышевой, если оно действительно исходит непосредственно от штаба Навального и является консолидированным каким-то мнением, расцениваю его как абстрактное заявление, и, скорее всего, они не будут поддерживать никого, потому что кроме вот этих двух партий пока сильных игроков на поле не видно. Но существует еще тот самый парень из Челябинска, да, то есть, ну, такое абстрактное лицо, это такой термин, ну, неизвестный человек, да, мистер Доу, который может как будто бы появиться. Ну, пока мы ничего подобного не видим. Но это все-таки стоит отметить, что это не решение как такового штаба Навального в Уфе, это решение все-таки больше самого Навального, который создал это умное голосование, и в них на сайте прописано, что нам не важно, какую партию политическую представляет этот кандидат, главное, чтобы не «Единая Россия». Ну, я отношусь к этому философски, то есть, вот эта позиция на злобабушке отморожа уши, то есть, призывать голосовать за коммунистов, будучи отчаянными либералами, ну, и, по крайней мере, декларируя эту позицию, ну, это по меньшей мере глупо. Плюс семь девятьсот двадцать семь, триста четыре, десять пятьдесят один номер для ваших смс-сообщений, сообщений в Телеграм. Теперь хочется перейти от выборов к теме, которая, в принципе, наверное, там, чем-то из выборов-то и вытекает, она между собой все равно связана, это визит Никиты Исаева в Сибай. Я понимаю, что вы знаете эту ситуацию, вы сказали нам за эфиром, что вы с Никитой Исаевым разговаривали. Что это вообще было? Вот он для чего в Сибай приехал? Ну, во-первых, он не первый раз приезжает в Ашкирию, насколько я знаю. В прошлом году он проездом был там в рамках своего этого автопробега. Во-вторых, интерес политологов и политических лидеров, а он как-никак все-таки лидер общественного движения, определенного к регионам, ну, вполне объясним, почему нет. То есть люди пытаются наращивать свое влияние, свое присутствие и так далее. Человек приехал вот как бы поинтересоваться, что случилось, да. То есть, в принципе, так это выглядело, по крайней мере, потому что накануне перед приездом он, ну, общался и с активистами, и имел дистанционно его там, значит, помощница и прочее, выясняя обстоятельства дела, ну, то есть, условно говоря, выясняя, где находится этот Сибай там и прочее. Что это вообще такое? Да, да. То есть, на самом деле, приезд Исаева безусловный продукт, ну, неинформированности в полной мере, наверное, там, скажем так, людей в центре, попытка получить эту информацию с первых рук, в определенном смысле, наверное, попытка влиять на ситуацию в смысле информационная и высказать там свое мнение, то есть, я пока вот так это расцениваю. То есть, при всем моем желании я не смог обнаружить там каких-то, ну, выраженных, скажем, политических групп сил или каких-то группировок, которые могли бы стоять за Исаевым, то есть, ну, условно, вот это вот та самая паранойя, которая разыгралась там в кругах нашей общественной палаты и администрации Хабирова о том, что там приезжие политтехнологи и так далее. Я не нашел пока за Исаевым там каких-то стоящих интересантов. Я думаю, что это его была инициатива именно такая вот. Он вообще человек инициативный, насколько я понимаю, такой подвижный. Вот он взял и приехал в Сибае. Он вчера, мы с ним когда вечером разговаривали, сказал, что вообще о его желании приехать в Сибае Александр Сидякин знал как минимум с января этого года, и он просил не приезжать в феврале, когда жители Сибае планировали провести митинг 3-го числа. Но я напомню, если кто-то забыл, то этого митинга не было, потому что митинг не согласовали в итоге. А если в администрации главы республики знали о том, что Исаев хочет приехать, почему такая реакция? Вот на самом деле важнее приезда Исаева сама реакция администрации Хабирова, потому что все события, которые вот сейчас нам Исаев показал и которые показали активисты, это, конечно же, инициатива администрации Хабирова, и тут сомнений нет вообще никаких. Потому что никакое... То есть вот это посыпание мукой... Ну конечно, да, конечно. То есть вот эти ранние технологии Суркова, то есть или там их иногда называют киргизскими технологиями, то есть когда выдвигают там каких-то тетушек отморозков, там с палками, мукой, водой, там разная степень воздействия существует, да. Значит, и они пытаются, ну, силовым способом воздействовать на ситуацию, это очень примитивные древние технологии, которые, конечно, уже давно забыты в более или менее продвинутых территориях, но вот они появились у нас. Почему такая реакция? Я думаю, что это реакция, конечно, производная от страха. Страха перед непредсказуемой реакцией федерального центра на получение какой-то альтернативной информации. Это во-первых. Во-вторых, это отсутствие инструментария у тех, кто сейчас занимается у нас внутренней политикой, и отсутствие нормальных сил, возможностей оппонировать каким-то, ну, скажем так, некомфортным условиям, да, то есть вот приехал Исаев и начинает чего-то там разговаривать с местными жителями. Сам этот факт уже вызывает панику и беспокойство. Достаточно было, ну, организовать процесс так, чтобы, ну, были какие-то альтернативные мнения, осуждения, встречи и переговоры, чтобы все это не носило, ну, настолько, там, скажем так, дискомфортный характер для нынешней власти. Пошли путем примитивным, там, дали 5000 каким-то отморозкам, которые, там, кидались в муку. А вот эти данные про 5000, откуда они? Эти данные, насколько я понимаю, от местных жителей, они вполне, возможно, являются некой фантазией, там, ну, по крайней мере, ну, было бы наивно полагать, что кто-то там рассказывал, что мне вот дали 5000, там, горсть муки, я кинул его, там, в Исаево, и теперь, значит, живу припеваючи. Вот. Ну, это вполне возможно, что вот эти всякие слухи, разговоры и так далее, что само по себе тоже подтверждение некой вот беспомощности местных властей, потому что чем больше создается почва для таких вот разговоров и обсуждений, тем хуже, на самом деле, позиции властей в этом районе. Я вообще отношу вот эту реакцию к, ну, колоссальному провалу работы сейчас вот в блоке внутренней политики, в том смысле, что я не думаю, что сценарий согласовывался пошагово с Хабировым, ну, такие вещи не делаются в таких мелочах с первыми лицами, но общий контекст, общая, как бы, тональность наверняка проговаривалась, что, дескать, ну, что будем делать, вот едет к нам Исаев, ну, что, ну, дайте ему там хорошенько отпор, да, и дальше пошло народное творчество, и вот та мера глупости и, на самом деле, агрессии, которая была проявлена, вот она характеризует тех, кто занимается вот этой внутренней политикой, сейчас на уровне республики. И я еще раз повторю, это точно не местное творчество. Это сто процентов было продиктовано, как и что делать, вот, там, в кавычках, специалистами из нашего управления, значит, взаимодействия с общественными организациями и внутренней политики. Потому что, ну, Сибайская администрация настолько парализована, настолько испугана, там, и настолько неспособна самостоятельной действия сейчас после всех этих событий, после козлов, там, прочих вещей, что они, конечно, каждый чих согласовывают, там, вот, там, с Сидякиным и его командой. Ну, так что, ну, это вот очень печальная история, вообще, на самом деле. А уж реакция Хаббирова на это все, это простите. Еще очень интересная деталь была, когда Никита сам об этом рассказывал, Никита Исаев, он говорил, что машины, которые приезжали и блокировали его автомобиль по ходу движения, там, на встречах с местными жителями, на этих машинах были номера не республиканские, не башкирские, это были номера, вот, из ближайших регионов. Как это объясняется? Это очень просто технический момент. Район приграничный, очень много машин стоит на учете в Манитогорске. Ну, то есть, это вообще ни о чем. То есть, машины могут принадлежать кому угодно и быть челябинскими номерами. Более того, по нынешним правилам ГИБДД, покупая автомобиль с номерами в Москве, вы на них ездите по Уфе. То есть, это вполне могут быть автомобили жителей Сибая, просто с Манитогорскими номерами, вообще ни о чем. Реакцию СМИ еще хочется тоже проговорить. Я заметила довольно любопытную вещь, когда все это произошло, как минимум в трех изданиях, которые видела я, вышли совершенно, слово-слово, одинаковые тексты о том, что Исаев якобы оскорблял жителей Сибая, и именно поэтому они дали ему вот такой отпор. При этом на видео, которое одно из изданий опубликовало, было там заметно, что вот молодые люди, которые ему говорят, ты зачем приехал, да, вот что-то там национализм его обвиняют, они пытаются его как будто бы вывести, а он так очень довольно спокойно реагирует на это. В принципе, эта история, как мне кажется, в башкирских СМИ не сильно-то была подхвачена. Только вот эти материалы, ну и там пара-тройка еще. А почему так, на ваш взгляд? Ну, мы уже много говорили про качество наших СМИ, надо, наверное, делать отдельную передачу с анализом. У нас их практически не осталось. То есть 3-4 издания, все остальное это подконтрольные башинформу агитки, газетки и какие-то сайтики. Ну, там прошла команда, не пишем. Ну, они же видят, что они обделались. Значит, не пишем. Зачем раздувать этот позор? Вот, собственно, и все. Сам еще, говоря про Никиту Исаева, вчера он заявил, что вот после всего этого, в любом случае, он, естественно, будет обращаться там в полицию, принимать какие-то решения по поводу того, что его оболгали наши СМИ. Но еще он заявил довольно интересную вещь. Я думаю, это даже важнее, чем все произошедшее. Он сказал, что он намерен участвовать так или иначе в выборах главы республики. Мы уточнили. Он сказал, что это будет либо поддержка альтернативного кандидата Радио Хабирову, либо при определенных обстоятельствах он может стать кандидатом сам. Насколько велики его шансы пройти муниципальный фильтр и вообще стать этим кандидатом? Ну, учитывая примитивность подходов и трактовок событий со стороны нынешней администрации, прямолинейность такая, какая-то немножко дубоватость, конечно же, лично он не имеет никаких шансов. То есть вот костьми лягут, не дадут. Но я и не думаю, что Никита Олегович всерьез говорил о том, что он будет принимать участие в качестве кандидата на пост главы. То, что он может поддержать какого-то альтернативного кандидата, опять же, давайте смотреть на вещи комплексно, не думаю, что он будет поддерживать коммунистов, не думаю, что он будет поддерживать ЛДПР. Значит, он будет поддерживать, ну, эмпирически будет поддерживать того парня из Челябинска. Давайте дождемся. Возможно, это, ну, как бы, какие-то первые признаки появления. А когда он появится? Ну, формально он может появиться вообще в мае. Прямо в притек. Ну, то есть, это все зависит от той технологии, которая будет избрана теми, кто это все организовывает. Но вообще-то, конечно, пора бы появиться, если он вообще существует. Андрей, мы с вами остановились на вот этой ситуации с Никитой Исаевым по поводу его заявления о том, что, возможно, он станет тоже участвовать в этих выборах. Вот, честно сказать, возникает какое-то ощущение, что может оказаться в результате, что Исаев-то на самом деле и есть тот самый парень, как вы говорите, из Челябинска. Нет, запустя. У вас такого ощущения нет? И что вас в этой истории не коробит? Нет, пока у меня такого ощущения нет. Но я вполне это допускаю. Если у него действительно есть некая опора, там, скажем так, или ключик от одной из башен Кремля, где этот момент санкционирует, а такая башня существует, соответственно, да, ну, почему нет? Яркий, харизматичный, заметный, уже нашуметь успел здесь, значит, как заход, да, вполне. Но я пока вот не рассматриваю этот вариант. Если все-таки предположить, что это действительно возможный сценарий, можно ли предположить, что вот эта вся реакция сибайских активистов некоторых, вот тех особо агрессивных, а потом реакция радиохабировок, про которую, конечно, обязательно стоит отдельно поговорить, это все такой прям вот сценарий, достойный Оскара? Ну, возможно, да. То есть, если это кто-то очень хорошо все продумал, я имею в виду, если это заход Исаева в качестве кандидата на пост губернатора, ну, тогда это вообще грандиозная постановка, и вообще все здорово, да, придумано, я так как зритель это оцениваю. Ну, пока я все-таки бы воздержался от такого прогноза, ну, не знаю, это чисто мои ощущения, да, вот такие вот когнитивные. А вот по поводу действительно реакции Хабирова, тут бы, вот я тут соглашусь, надо поговорить об этом и поговорить, наверное, вот знаете, в каком ключе, как ни странно, с юридической точки зрения. Хабиров у нас юрист. Более того, он не просто юрист, а юрист, который долгое время проработал в высшем учебном заведении, юридическом институте. Вообще он очень грамотный человек. И вот этот человек комментирует действия хулиганов, ну, как минимум хулиганов, как позитивные, желательные и даже недостаточно резкие. Вот здесь, конечно, нужно, во-первых, понять, что, скорее всего, Радий Фаридович пошел против своих принципов юриста в угоду каким-то, значит, политическим мотивам, а во-вторых, конечно, это недопустимая вещь с точки зрения такой вот морали, да, которую я сейчас поясню. Хабиров позиционирует себя неким нравственным и политическим, и хозяйственным лидером республики. То есть это тот набор качеств, который он пытается подтвердить перед гражданами. И вот, находясь в такой позиции, человек поощряет агрессию внутри каких-то социальных процессов, это очень опасное явление, потому что Хабиров умный человек, Хабиров образованный человек, Хабиров грамотный человек, но он обратился к самым низким, к самым низменным чувствам населения, к самым маргинальным слоям, которые его слушали и сказал ему, сделали все правильно. Где гарантия того, что завтра кто-то кого-то не пырнет ножом, только потому что он будет руководствоваться вот этой поддержкой? Он пойдет искать этих внутренних врагов. Вот понаехали тут какие-то московские политологи, и нате вам, значит, в печень. Я, не дай бог, конечно, я не прогнозирую, но вот меня именно покоробила реакция Хабирова, даже не вот эти вот сопливые носы, это действительно достаточно такая мальчишеская выходка и какой-то, ну, немножко перегиб чисто фразеологический, но вот то, что он в целом поддержал, более того, он охарактеризовал вот эту хулиганскую выходку как реакцию жителей Сибая. Он обобщил всех сибайцев, превратив их в каких-то вот хулиганов и маргиналов, которые все до единого готовы, значит, вот, подобным образом взаимодействовать с гостями города. Ну, вот, на мой взгляд, это, конечно, большая промашка. То есть люди, которые понимают, о чем идет речь, люди, которые оценивают действия Хабирова сейчас и внимательно следят за его речью, конечно, ну, вздрогнули, прямо скажем. Потому что что будет дальше? Дальше он начнет поощрять там вот этих тетушек, там, не только в Сибае, а в других проблемных местах. Завтра у нас в Стеретамаке что-нибудь там произойдет выброс, и там карательные отряды будут, значит, пресекать какое-то недовольство. Причем из местных, да? Не милиция, не полиция. У нас вообще-то есть монополия на насилие. У нас она закреплена за государством. То есть... Монополия на насилие. Ну, конечно, да. Это один из принципов вообще государства еще с римских времен. То есть насилие, силу можно применять людям только, ну, тем структурам и людям, которые на это уполномочены. Это полиция, это силовики и так далее. Ну, так-то нельзя, конечно, но... Нет, я имею в виду, они имеют право это делать. А Хабиров эту монополию разрушает. Это очень опасная история. То есть он дает ментальное право гражданам, значит, расправляться с любыми теми, кто им не нравится, по их усмотрению, значит, прямо на месте. Ну, это возмутительно. Хочется поговорить еще про блокировку аккаунтов у Радио Хабирова в соцсетях. Вы писали, я почему обратила на это внимание, вы написали там огромную цифру, полторы тысячи человек, чьи аккаунты у Радио Хабирова заблокированы. Прежде всего, откуда эта цифра? Ну, эта цифра, это слив из команды, там, уже за голову, которые, там, ну, там много людей работают над этими процессами, там просто есть... Ну, у них очень дырявая, на самом деле, ситуация. То есть люди, которые работают в этих структурах, совершенно не верят в то, что они делают, и готовы вполне делиться этой информацией направо и налево. Примерно неделю назад эта цифра была около полутора тысяч человек, то есть полутора тысяч аккаунтов, которые заблокированы по тем или иным причинам. Ну, и вот мой, например, доступ заблокировали в Фейсбуке. Я даже не вижу Радио Хабирова. Я не особенно об этом печалюсь, потому что у меня есть возможность получать, там, окольными путями все его публикации, анализировать их и так далее. Я с этим работаю. А простые люди, да, они вот как бы его выключили, он все. То есть вот этот вот депутат несчастный Сергей Жуков из Благовещенского, вот он там задал какой-то неудобный вопрос, тут же был, значит, в черный список на веки вечные, значит, и без права переписки отправлен. Он депутат, на минуточку. То есть он никакой не экстремист. А что он спросил? Ну, он там какой-то вопрос задал. Я, к сожалению, не успел увидеть, за что его там, значит, заблокировали, но, по-моему, что-то про мусорный полигон такое не очень комфортное. И он не экстремист, он не проявлял той самой преступной активности, на которую ссылается там пресс-секретарь Хабирова. То есть, ну, глупости это все. Тем не менее, вот полторы тысячи, то есть, на мой взгляд, около, уже близко к одному проценту людей, которые активно участвуют вот в этих сетевых процессах в республике, они заблокированы в аккаунтах Хабирова. Но здесь хочется все-таки понимать, насколько полторы тысячи – это реально цифра пользователей живых, а не фейков каких-то, или людей, которые, не знаю, эти боты, тролли. Ну, да, это очень распространенная ошибка. Фейки, боты – это на самом деле никак не характеризующие термины, там, скажем, условно говоря, поддельных аккаунтов, но и из технологических соображений поддельные аккаунты никогда не блокируются в том смысле, что они и не проявляют этой активности, и не ведут живую переписку. То есть, как правило, это роботы. Здесь действительно речь идет о живых людях, которые, там, имели неосторожность, там, или недостаточно восхищаться, или, там, задавать какие-то очень нехорошие вопросы. Вот. И та цифра, которую Хабиров в последний раз упомянул на совещании, что вот ему 350 ям прислали, это как раз говорит о том, что интерес к его аккаунтам действительно резко падает, люди не проявляют активности, вот, ну, как бы… Ну, подождите, время-то еще прошло с понедельника, буквально пару дней. Ну, нет, это с субботы до понедельника, 350, но для настолько известного человека, то есть, он лидер сейчас в соцсетях, в Ашкирии, то есть, по количеству подписчиков, по, ну, количеству взаимодействий и так далее, 350 отзывов на столь животрепещущую тему, как ямы на дорогах, это, конечно, провал в том смысле, что это говорит о том, что люди потеряли интерес, люди или боятся там что-то такое писать в его аккаунте и так далее. И, видимо, это вот, ну, если сейчас на это не обратят пристального внимания, то Хабирова, конечно, ждет судьба Хамитова в плане, ну, вот, потери вот этой сетевой связи с общественностью, то есть, мы помним, что Хамитов в определенный момент там испугался, ему надоело, его стало раздражать, и он все это дело свернул. То есть, ну, вполне возможно, что он, Хабиров, конечно, и дотянет до выборов, ну, потом уже, наверное, калитка захлопывается. Ну, а так ли это вообще важно, присутствие в его, его присутствие в соцсетях и там какая-то, какая-то активность в этих соцсетях? Это его идея. То есть, для него, видимо, важно. Ну, у Хамитова тоже была его идея, не за декором. Нет, у Хамитова были другие обстоятельства, тогда была команда сверху, тогда Дмитрий Анатольевич пришел в интернет, хлопнул, значит, по столу планшетом, и все побежали, значит, губернаторы регистрироваться. Сейчас у Хабирова, конечно, более осознанная позиция, он в этом смысле абсолютно прав, что вот этот контакт, контакт первого рода, он очень важен, надеясь для того, чтобы адекватно воспринимать ситуацию. Но, включив между собой и населением вот эту вот группу товарищей, которые ошибочно позиционируются как какие-то большие специалисты, я имею в виду там Урзаголову, Прочаковского, он на самом деле сейчас дезавуирует всю идею, и в конце концов потихонечку придет, сам превратится в некий фейк. То есть в интернете, то есть человек, с которым не происходит никакого реального взаимодействия, ну или там какие-то только открытки с 8 марта. Ну как, в принципе, многие главы муниципалитетов сейчас, которым тоже была команда. Но ведь Хабиров к этому не стремится, он же сам говорил о том, что мне нужно вот это вот общение, я хочу видеть, я хочу там... Более того, насколько я понимаю, при всей его вот этой колоссальной мере недоверия к собственной команде, это взаимодействие является... Почему недоверие? Ну, которое он сам объявляет без конца на своих совещаниях, то есть я вас буду проверять, я пошлю своих людей, мы сядем за компьютеры, то есть вот это все звучит. И вот этот вот, имею в виду, канал связи с населением и с людьми, для него важен с точки зрения этого контроля, вот этого лукавства и не лукавства собственных товарищей, значит, ну если он его будет терять, то тогда он останется в изоляции и будет получать там информацию строго из башин форума. То есть, ну, я не думаю, что это его цель и задача. Слушайте, а вообще вот эта идея, присылайте мне фотографии ЯМ, я буду сам этим заниматься. Это опять ручное управление, о котором, в принципе, Радих Хабиров говорит буквально с первых дней до своей работы, но не кажется ли вам, что это ручное управление уже как-то слишком далеко зашло? — Всегда ручное управление — это плохо, всегда ручное управление — это иллюстрация отсутствия системы, но в его случае он пришел менять систему, ну, то есть он пришел, всех, значит, разогнал, нужно устраивать заново связи, на какой-то период это вполне допустимо, но нужно планомерно замещать ручное управление систематическими подходами. Про ЯМ он сам сказал в понедельник, что, извините, я тут погорячился, да, с точки зрения управленческой, конечно, это неправильно, но он вообще человек порывистый, у него какие-то, значит, такие вот порывы души или там еще чего-то происходят, иногда он там что-то такое решает, и вот потом приходится расхлебывать. Но, ну да, ну, наверное, про ЯМ и не надо было, это слишком уж узкий вопрос, да, и, видимо, в отчаянии добиться от Мухаммедьянова вот этой вот автоматизированной системы взаимодействия, он так написал, ну, бывает, ничего страшного. Плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят один номер для ваших смс. Дмитрий Колпаков, наш коллега, просит уточнить у вас история с Ренатом Баимовым, это фейк? Судя по всему, да, ну, так как не было подтверждения никаких дальнейших событий, ну, столь такое, я вот поостерегся сразу где-то писать в интернете, что, о, смотрите, Баимов там кого-то там изнасиловал. Вот, и правильно сделал, потому что, ну, судя по всему, это была какая-то или ошибка, или действительно какая-то подстава, но я не вижу пока вот сейчас документов, не вижу последствий, не вижу, как бы, каких-то оперативных действий. То есть речь шла о тяжком преступлении, и вдруг, значит, его не стало. Ну, то есть что-то здесь не так. Я, честно говоря, мало интересуюсь вообще Баимовым, он меня как фигура и как персонаж вообще не интересует, но так как он там где-то на слуху, вот об этом он упоминает. Ну, давайте, наверное, проясним для тех, кто не в курсе. Коллеги наши написали несколько изданий о том, что Ренат Баимов – это бизнесмен, человек, которого называют лоббистом, одним из лоббистов компании БСК, написали, что он объявлен в розыск якобы за изнасилование несовершеннолетней. Но стоит отметить, что все-таки Сапкор-02 дозвонился до Баимова, попросил у него комментарий, он пояснил, что, в общем-то, совершенно никакого отношения к этому не имеет. Титс Рос тут реплику нам присылает, что специально провоцирует скандал, зная, каково отношение у народа к агитаторам со стороны. Ну, это, видимо, реплика как раз по поводу Никиты Исаева. Еще одна тема, которой хочется успеть, это тема отзыва лицензии у Роскомснабанка. Сегодня было заявлено, что начали принимать документы на выплаты тем, у кого были там вклады. Вообще изучали вы вот эту историю? Да, я ее сейчас очень пристально изучаю и буду изучать, потому что тут есть два аспекта. Первый аспект – это Роскомснабанк, ну, который, собственно, уже, ну, лицензии нет и не будет. И вопрос только о том, насколько эти последствия там будут тяжкими или не тяжкими для всех. Разговоры про санацию шли, насколько… Санации не будет, лицензия не будет возобновлена, это уже однозначно. Значит, речь идет сейчас о ликвидации, о возмещении всех вот этих вот задолженностей. И вторая часть – это первый трест. То есть, насколько они связаны или не связаны, насколько будут последствия для первого треста и для строительного комплекса в целом, вот этот момент важнейший. По поводу банка я скажу такую вещь, что там есть много неожиданных вещей, ну, вот, по мере того, как я сейчас выясняю ситуацию, я знаю, что подавляющее большинство вкладов были меньше 1,4 миллиона, значит, их получат обратно, а СВИ выплатят. Я знаю, что удивительную такую вещь узнал буквально вчера о том, что первый трест фактически не хранил денежных средств в банке, в Роскомсином банке. Они об этом сказали в первые дни. Да, ну, я проверял, потому что сказано, может быть, много, потому что в кризисной ситуации застройщик начинает вести себя категорически и зачастую, значит, недостоверно. Я вот могу заявить уже достоверно и точно, что, ну, суммы, которые были у первого треста, они были на депозитах в Роскомсином банке, они, ну, скажем так, смешные для того объема работ, который они проводят. Там есть более сложные истории, значит, это с деньгами водоканала. Вот деньги водоканала не будут получены обратно ни при каких обстоятельствах. То есть 370 миллионов зарплатных денег пропало. На эту тему сейчас идет разбирательство в городе. Ну, буквально, деньги были внесены на депозиты не так давно, и есть ощущение, что они были, ну, всегда такое ощущение, правда, появляется, что они там вносились прямо перед крахом. Но надо не забывать о том, что отзыв лицензии был внезапным. Это точно. Это мне тоже подтвердили источники в банке, что, ну, вот, у нас была история, когда пропали деньги Рекфонда, загадочным образом 500 миллионов государственных денег пропали в одном из банков, который, значит, тоже ликвидировался. Ну, тогда вот там было больше признаков того, что денежки перевели перед тем, как закрыть банк. Здесь меньше, хотя, конечно, это очень негативно скажется на водоканале. Это уже сказалось негативно на руководстве, насколько я знаю. Но господин Гельмандинов отстранен от должности и, по-моему, даже написал заявление об уходе, идет разбирательство с бухгалтерией, там, и так далее, и так далее. Вот это одно из крупных последствий. И еще у нас, конечно, ну, вот я сейчас структуру вкладов уточняю, то есть структуру денежных средств со стороны юридических лиц, которые хранились, есть ли там еще государственные предприятия крупные, есть ли там вот эти вещи, которые могут вызвать проблемы. Потому что крупные вкладчики, там, люди, хранившие 20-30 миллионов, ну, по определению, это не бедняки и не те, кто выйдут там шуметь, галдеть и протестовать, и требовать этих денег. Ну, как бы, я понимаю, что жалко и 20 миллионов, но пострадавших до состояния, там, скажем, какой-то нужды будет минимум в этой ситуации. И слава богу. А вот последствия для первого треста пока остаются открытыми, и вот мы их выясняем. — Подождите, Вы же сами говорите, что если у них деньги, которые хранились на счетах Роскомснаба, достаточно маленькие... — Ну, дело в том, что там есть некие другие каналы взаимодействия между первым трестом и банком, конечно же, были... — Аффилированность имеете? — Да, возможно, пока я осторожно буду говорить, возможно, существует эта аффилированность, я сейчас выясняю, разбираемся с этим. — И есть еще одна история, о которой я пока не готов говорить, но через день-два скажу обязательно. Это... Дело в том, что при том, что у первого треста не было там задолженности кредитов в банке и прочих, да, вещей и денег-то особенно не хранилось, но один из крупнейших башкирских застройщиков там имел очень крупные обязательства в этом банке, и вот мы об этом... — Не первый трест. — Не первый трест, да. Вот пока сейчас не могу говорить, но на днях обязательно расскажу. То есть я к чему? К тому, что история с банком и первым трестом, она важная вообще, на самом деле, история для Башкирии, и не зря Хабиров так всполошился, не зря он стал раздавать эти указания Мурзагулову и так далее, хотя, конечно, исполнение этих указаний, ну, просто ужасно. — Какие указания? — Ну, там, не допустите паники, и Мурзагулов кинулся писать какие-то бодрые речевки в вашей информе, которые, я повторюсь, вызывают всегда обратный эффект. У нас люди привыкли, если государство говорит, что дефолта не будет, народ бежит в магазин за солью, за спичками и за сахаром, да. То есть вот абсолютное недоверие к официальным заявлениям, таким вот особенно прямолинейным и каким-то категорическим, оно у нас есть. Вот этого, я так понимаю, Мурзагулов не понимает. Это был вред, на самом деле, для банка. Ну, надеюсь, что каким-то образом они там выкрутятся из этого. В общем, история продолжается, ее нужно обязательно внимательно отслеживать именно в контексте Первого Треста и каких-то других застройщиков, которые, возможно, будут вовлечены в эту историю. — Алексей спрашивает, по поводу каких-нибудь других местных банков есть предостережения или с ними все нормально? По-моему, местных банков уже у нас не осталось. — Вот, да, я хотел сказать, что у нас их практически не осталось, в основном это банки либо системные, либо крупные, государственные, так что я думаю, что у нас денег-то не осталось в населении, так что волноваться особенно ни о чем. Люди там хранят минимальные суммы, там какие-то накопления, чаще в валюте или на каких-то депозитах Сбербанка, так что нет никаких... — Ну, Роскомстанбанк, насколько я помню, был последним региональным банком. — Да, 132-е место в Российской Федерации, довольно крупный банк. — Все-таки, знаете, еще хочется вернуться буквально к тому, о чем мы говорили, по поводу Роскомстанбанка и Водоканала, вот эта история. Почему так произошло? То есть, почему вы говорите, что увольняются сейчас руководители? — Ну, это реакция учредителя. То есть, насколько я знаю, Мустафин пребывал в состоянии близком к истерике по этому поводу. Значит, ну, то есть, это его воля, во-первых. Ну, так как это МУП. Вот. А почему предприятие размещало деньги на депозитах в Роскомстанбанке? Ну, их с их стороны звучит объяснение, что, дескать, это было очень выгодно. Ну, действительно, там процент настолько высокий был. Сейчас разбираются, насколько должны были проводиться или не должны были проводиться конкурсные процедуры по размещению депозитов. Насколько мне известно, не должны были проводиться. Ну, это, видимо, просто такая реакция досады. Ну, бац, и пропало 370 миллионов. Сейчас же надо зарплату платить. Потом там еще некие хозяйственные процессы намечались. То есть, водоканал сейчас, конечно, попадает в тяжелую ситуацию финансовую. Я знаю о том, что некоторые московские партнеры начинают пока притормаживать процессы, связанные с водоканалом и так далее. То есть, это финансовая катастрофа для них, по большому счету. Они должны из нее выбираться как-то. Еще одна тема. Буквально вот вчера стало известно. У нас в Башкирии планируют 50 миллионов в этом году выделить на гранты на развитие гражданского общества. Как вам эта инициатива ради Хабирова? Ну, во-первых, инициатива эта вовсе не свежая, не новая, не изобретенная прямо сейчас. Регулярно эти деньги выделяются, и на федеральном уровне выделяются довольно существенные средства. И Кудрин там в свое время занимался этими вещами, да как, да никак. Но распределить сейчас опять Панчихина или Шамиль Валеев, ее плавно сменяющие между своими эти все грантики, сымитируют какое-нибудь общественное движение, какие-нибудь там, значит, разовьют гражданское общество до невозможности ровно на 50 миллионов, и все будет нормально. Никак не отношусь. Просто интересно, потому что такие проекты обычно спонсируют, финансируют какие-то фонды, да, чаще всего это фонды иностранные, потому что в России фондам, ну, мало интересны такие вещи. Нет, нет, наше государство давно и плодотворно развивает, значит... Я говорю про реально работающие проекты. Реально работающих, их вообще нет ни с той, ни с этой стороны, потому что все, что выделялось раньше, всегда поглощалось всякими нашими, вашими и прочими вот этими вот московскими структурками, там всякими, там, как это называется, там, детская гвардия военная и прочее, то есть вот эти юноармии, то есть это у нас все свелось к имитации и распилу денег. И в данном случае это случится точно так же. То есть работать это... Раздадут, да, подконтрольным организациям, которые отчитаются красиво точно, потому что по деньгам нужно отчитываться, все будет ровненько, там, что-то куда-то откатят, передадут, рассчитаются, все будет здорово. Все это, ну, я думаю, что общественная палата у нас, как обычно, справится с этой задачей. Давайте тогда прям немножко философский вопрос. Наконец, у нас реально развитие гражданского общества в нынешних условиях? Оно реально только снизу, то есть только тогда, когда запрос будет снизу на гражданские общественные, общественные институты, то тогда начнут появляться инициативы, будут появляться лидеры и так далее. То есть сверху государство никогда... То есть все, что бы ни делало государство сверху в плане, там, развития вот этих институтов, заканчивается либо там пионерской организацией, либо Гитлер-Югендом. То есть как бы вот вариантов немного. Строим с песнями пошли вперед. Вот и все.